посмотрите какая красота какие-то 10 минут и поверьте это настоящие пирожки все я вот так вот сметанку привет друзья с вами ухты кухня как же мы рады вас видеть благодарим вас за поддержку за то что вы с нами писали в комментариях что вы где-то пропали спокойно все живы все здоровы просто брали маленький перерывчик а сегодня хочу предложить вам вкусные ленивые пирожки только с тестом я меситься не буду все очень быстро поехали в миску разбиваю одно яйцо добавляю чайную ложечку сахара половинку соли взболтываю венчиком сейчас будет быстрое быстрое тесто когда яйцо взболталось вливаю 500 миллилитров теплого кефира не это кислое молоко снова перемешиваю и начинаю вводить муку просеянную чтобы получилось такое густое густое тесто гуще чем на ладушки где-то 400 граммов наверное да вот так не 300 400 граммов у меня всегда с этим сережка ты же понимаешь сорт муки может быть разный размер яйца разный поэтому ориентироваться здесь на граммах ну никак лучше по консистенции даже можно добавить немножко цельнозерновой муки сюда тоже вот смотри еще еще конечно же граммов 400 ушло хорошо перемешиваю чтобы не было комочков вот такое густое тесто аж бухтит вот такое тесто должно получиться она как бы не сниспадает с венчика густое у меня вы можете заметить крупиночки в тесте это из-за того что у меня кислое молоко она даже уже там творог ним получился на этом этапе добавляю одну чайную ложку соды без горки и снова все хорошо перемешиваю сода пошла в реакцию бушует все тебе нужно знать сережка должны же быть у меня хоть какие-то секреты изюминка вам не должна быть понимаешь ли тесто накрою тарелкой буквально 10 минут пока сделаю начинку беру миску миску несколько яиц у меня это пять штук друзья не смотрите что они у меня вот такие сегодня они домашние свежие сегодня решила сделать эксперимент скоро пасха и хотела покрасить красиво яйца посмотрела ролик что яйца можно сварить в красном вине тогда они получатся такие бархатистые красивые бордовые такой красивый цвет но я взяла два литра хорошего домашнего вина залила сварила все как положено цвет получился как примерно вот эта салфетка пьяные яйца получают да на цвет некрасивая мне не помню или я что-то не знаю в общем ну не то пальто беру толкушку измельчаю яйца на что-то возиться с ними все толкушку убираю беру хороший пучок лука собрала по дому где только можно было нарезала пишите в комментариях хозяюшки выращивайте на подоконниках лук или воде или вот как у меня сереж покажи алоэ а здесь у меня кинза кинза это же лучок такой перышками а и там еще оль по всему дому хозяйка в общем нарезаю перекладываю в миску яйцам осторожно какой ядреный плакать захотелось солю по вкусу черный молотый перчик и все хорошо перемешиваю прямо так разминаю чтобы начинка хорошо держалась вместе буду все-таки сережка сегодня лепиться не с пирожками так с начинкой ну все и начинка готова все друзья сковородку на огонь у меня новенькая муж подарил на 8 марта сейчас проверим сережка как ты меня любишь по акции наверно купил признавайся немножко растительного масла я просто всегда друзья сковородки беру по акции зачем платить больше правильно же правильно когда масло в сковородке нагрелось делаю минимальный нагрев на моей газовой плите это примерно вот так тесто беру ложкой и выкладываю оладушки для начала это будут друзья оладушки примерно одну столовую ложку а начинку куда а сейчас начинку мне удобнее всего это делать руками руки смачиваю водички совсем чуть-чуть беру начинку и вот такие вот лепешечки быстренько делаю и выкладываю на тесто и сюда накрываю крышкой и жду три-четыре минутки открываю крышку вижу что тесто хорошо поднялось снова беру пол чайной ложечки и сверху закрываю начинку стараюсь покрыть все краешки и продолжаю так чтобы запечаталась до сережка тогда весь сок все вкусняшки останутся в середине а даже если где-то и поджарится зеленый лук с яйцом ой друзья поверьте это только будет еще вкуснее и только сейчас переворачиваю похоже на ладушки а середине вот ну и чем не пирожки самые настоящие друзья пирожки все вот так вот сережка снова накрываю крышкой и еще три-четыре минутки ну что давай так вкусно пахнет смотрим опа да друзья с вами все те же на манеже ухты кухня смотрим что у нас здесь а у нас здесь как вы видите красота пушистые румяные выкладываю на бумажное полотенце пусть отдыхают ой пропеклись все прекрасно ставьте лайки друзья за такую простую и поверьте вкусную идею а я продолжу немножко растительного масла совсем чуть-чуть на таких сковородках можно вообще без него это печь да давай у меня осталась начинка я ее беру и всю перекладываю в тесто я бы еще добавила зеленого лука сюда сережка нету я весь собрала нет тут не дам тут еще молоденький как будет так будет друзья да да вот так вот берем тесто с луком с яйцом и выкладываю посмотрим сейчас ты же знаешь не попробуешь не узнаешь да люк и меня приучил все накрываю крышкой и пику друзья у меня уже нет терпения я хочу это съесть конечно же сметанка в мисочку а больше сметаны достаточно берем пирожок разламываем его посмотрите какая красота какие-то 10 минут и поверьте это настоящие пирожки все я вот так вот сметанку а сережки сережка это вкусно тесто настолько получилось удачным пышным она не взяла в себя масло друзья это просто ням 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 ложите хорошее количество муки ну да мимо то не отстанет держи давайте посмотрим и ой смотри как вовремя кстати эти немножко другие и на вид даже да можно и с грибами и с яблоками с вишнями с чем угодно и даже беляшили не вы это вам жарю кстати рецепты все есть на канале друзья я женщина щедро я делюсь с вами пирожками не поделюсь вкусно куда всем приятного аппетита мирного неба мудрой жены и послушных детей и благодарных мужей и не такие жирные потому что практически без масла их дело а сейчас хочу попробовать вот эти лепехи что мы смешали тесто вместе с луком и яйцом они не сильно хорошо поднялись потому что мы уже тесто потревожили тоже пористые мягенькие лука больше надо добавлять сначала и потом постоит на вкус попробуй вот это вот лучше да эти как пирожки в них вся сочность лука яйца сохранилась внутри пирожка он сочный а этот получился немножко ну вы же понимаете да друзья тесто шикарное получилось так что муку нужно добавлять хороших количествах это это все что осталось ну и что какие вкусные вкуснее вот эти пышные самые вкусные там где начинка в середине да те которые ты не перемешивала те которые перемешала они как бы резиновые стали ну как бы не резиновые но так тянутся неприятно кто молодец а я молодец аня молодец красотка все друзья ставьте лайки пока встреч а я буду есть дальше лаки тебе тоже понравилось лаки понравилось а лаки у нас почему-то непослушный иди сюда взять сидеть 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 ну лаки ну сидеть сидеть